Следующий вопрос. Говорит, если женщина уходит от своего мужа на основание хуля, то есть разрывает брак, взамен того, что возместит ему какой-либо выкуп или возмещение, и при этом они ставят условие, что как она, так и он могут еще подумать. То есть, допустим, говорят, я от тебя ухожу, но берем три месяца, например, так, в течение которого я могу к тебе обратно вернуться, и ты меня можешь обратно к себе вернуть, даже если я не захочу. Такое условие действительно или нет? Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение хамболитов, которые говорят, что такое хуля является действительным, но это условие является каким? Недействительным, оно является ложным. То есть, женщина уходит, и все, вернуться она уже не может, даже если захочет. Говорит, из-за той аргументации, которую мы приводили в прошлом вопросе. И второе мнение в этом вопросе, это мнение муханифы. Говорит, если дается право подумать женщине, то это является действительным. Если же дается право подумать мужчине, то это действительным не является. Почему? Потому что мужчина, если ему дать право на возвращение, то это уже вернемся, почему, к прошлому вопросу. Получится то, что он ставит условие, то есть, разрешая хуля, ставит условие, что он может вернуть жену. Как мы говорили ранее, это является неправильным и недействительным. Но вот женщина может взять себе время на то, чтобы подумать. Если хочет вернуться обратно, то может вернуть ему деньги, обратно его так, и обратно к нему вернуться в качестве жены. И далее, шеф Мухаммад Ибн Хизан приводит слова шефа Ибн Ахамина, который говорит, но это является ничем иным, как новым браком. То есть, говорит, зачем вот это вообще условие ставить? Если я захочу, то я к тебе вернусь, обратно твои деньги отдам и вернусь к тебе. То есть, это является бессмысленным. Но это можно назвать новым браком. То есть, она возвращает ему деньги, так или оставляет их у себя в качестве нового махра, за новый брак. И все, как будто бы они заново женятся. То есть, для того, чтобы выйти из этого разногласия, из этого вопроса, все, говорит, можно сделать легче нам. И на самом деле, правильным является мнение в этом вопросе, но и шеф Мухаммад Ибн Хизан, мнение Абу Ханифы. Так то, что женщина может поставить такое условие, что она имеет право вернуться обратно, что отдав ему обратно ему деньги. И что касается слов шефа и Мухаммад Ибн Хизан, то они являются верными. Но не всегда. То есть, это удобно. То есть, легче вернуть деньги и обратно вернуться, не заключая нового ника. Потому что для того, чтобы заключать нового ника, необходимо что? Наличие опекуна, его согласия и тому подобные различные заботы. Что сложнее, чем просто вернуть деньги и к нему вернуться. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...